Ирхам Алиев – мощный геополитик, я считаю, мощный геополитик, достойный сын своего отца, Гейдара Алиева, выдающегося политика. Это была очень сильная, крепкая фигура сначала на постсоветской территории, а потом и в Азербайджане. Не будем забывать, что Гейдар Алиевич Алиев был руководителем сначала КГБ Азербайджанской ССР, потом первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана при Брежневе, а потом у него были очень теплые отношения с Андроповым, и он стал заместителем председателя Совета Министров и Советского Союза. Алиев был мощной фигурой, по свидетельству всех, кто с ним общался и с кем я разговаривал, это была мощнейшая фигура мирового масштаба. И Хам Алиев недалеко ушел от своего отца. Чем они занимались, азербайджанцы, все эти годы? Они вооружались. Они понимали, что им нужно освободить свою территорию, Нагорный Карабах. И они занимались не коррупцией, не разворованием своей армии, как у нас, например, а вооружением. Конечно, хорошо, что у них такой мощный сосед и союзник, я имею в виду Турцию, которая им очень помогла в деоккупации своей территории. Конечно, хорошо, что Азербайджану очень помог Израилем, оружием, новейшим, современнейшим. К сожалению, он не помог в этом нам. Тем не менее, сложилась уникальная ситуация, когда союз Азербайджана и Турции, помноженный на многолетние действия Алиева и его окружения, создали возможность азербайджанской армии силовым путем забрать свою территорию. Вся эта блатота, вот это пропагандистское русское, армянского происхождения. Что-то я не слышу Симоньян, Киасаяна, Бабаяна, этого слюня, у которого слюни, постоянно его фамилию забываю, он кричит, у него Кургиняна. Он кричит, у него слюни разбрызгиваются изо рта, крепливая собака. Ау, вы где? Вы где, товарищи армяне? А чего же вы не заклемите позором Россию, что она армян кинула? Молчат, боязно. Грошам цена всем базарный день. Значит, я считаю, что между Азербайджаном и Арменией будет заключен договор о дружбе. Я считаю, что вражда закончилась. На зло России Азербайджан и Армения станут добрыми друзьями. Ничего, Россия с Германией стали, Израиль с Германией стал друзьями. Вон, немцы 6 миллионов евреев уничтожили во время Второй мировой войны. А теперь какая дружба между Германией и Израилем? Что вы? 6 миллионов недавно. Что такое эти 70 лет? Это вообще ничего в историческом плане. Недавно. Поэтому будут дружить Армения. Будет дружить с Турцией. Будет дружить с Азербайджаном. Наладит экономическое взаимодействие потрясающее. Транзит наладит потрясающе. Денежку будут зарабатывать все. Из Нагорного Карабаха с армянским населением сделают витрину. Зная, как действует Ильхам Алиев, я уверен в этом. Продолжение следует...